В части международных отношений XIX век был не менее бурным, чем предшествующие столетия. В ходе Французской революции 1789 года, последовавших за ней войн с контрреволюционерами и монархическими государствами, во последнем десятилетии XVIII века к Франции были присоединены Бельгия и германские земли по левому берегу Рейна, а Голландия была превращена в зависимую республику. В 1796-1898 годах генерал Наполеон Бонапарт завоевал Италию, а в 1798 году он начал свой египетский поход. Египет к тому моменту принадлежал Османской империи. Начало XIX века для европейских государств ознаменовалось продолжением борьбы с революционной Францией, которая была начата еще в конце предыдущего столетия. На протяжении четверти века, с 1791 по 1815 годы, было создано семь европейских антифранцузских коалиций, в которые в разное время входили еще не завоеванные Францией страны. Большое значение для европейских государств в рамках борьбы с Францией имели наполеоновские войны, которые велись монархами против Наполеона Бонапарта, ставшего сначала одним из консулов Франции в 1799 году, а затем и императором в 1804. Начавшиеся довольно удачно для Наполеона военные кампании первого десятилетия XIX века закончились неудачей после войны 1812 года, которая в России называется Отечественной войной. В 1813 году русские войска вошли в Германию и на их сторону перешли Пруссия и Австрия. Наполеон потерпел поражение. В 1814 году союзники вступили на территорию Франции и заняли Париж. Наполеон был сослан затем на остров Эльба. Во Франции была восстановлена королевская власть в лице Людовика XVIII. В это же время США предприняли неудачную попытку расширить сферу своего влияния за счет территории Канады, которая принадлежала Британской империи. Однако сторонам удалось договориться впоследствии о демилитаризации Американо-канадской границы. Затем США начали борьбу за территории на юге Северной Америки, которые принадлежали ослабевшей к тому времени Испании. В 1819 году Испания лишилась Восточной Флориды, а четыре года спустя США провозгласили доктрину Монро. Утверждавшую новые принципы внешней политики государств. Доктрина была названа по имени президента США Джеймса Монро. Следующими территориальными приобретениями США стали Техас, а также территории Новой Мексики и Северной Калифорнии по итогам войны с Мексикой. В европейских международных отношениях ключевую роль стала играть венская система после поражения наполеоновской Франции. Эта система была установлена на Венском конгрессе 1815 года странными союзницами по антифранцузской коалиции. Правда, самое первое заседание было прервано бегством Наполеона с Эльбы, куда его сослали союзники, и на сторону Наполеона стали переходить французские войска. И в довольно короткие сроки Наполеон владел Парижем. Несколько месяцев правления бывшего императора вошли в историю как 100 дней Наполеона, в течение которого он пытался утвердить свою власть. Однако ситуацию ему изменить уже не удалось. После ряда военных неудач Наполеон был сослан уже на остров Святой Елены, где и скончался в 1821 году. По решению Венского конгресса государства-победители получили территориальное приращение как в Европе, так и в колониях. Обособленные немецкие государства объединились в Германский союз, сохраняя при этом полную самостоятельность. Монархи европейских стран, которые объединились в так называемый Священный союз, стали собираться на конгрессы и продолжали приезжать на эти конгрессы вплоть до 1822 года. На этих конгрессах обсуждались меры по поддержанию мира и стабильности на континенте. В основу внешней политики в Европе был положен принцип монархической солидарности в борьбе против революций. По решениям конгрессов происходили интервенции в страны, где начинались революции. Приведем несколько примеров. Австрийское вторжение погасило, например, революцию в Неаполе и Пьемонте. Французская интервенция положила конец начавшимся революционным событиям в Испании. Венская система просуществовала до революции 1848-1849 годов в Европе. К этому времени союз между противниками революционной Франции дал трещину, что в конечном итоге вылилось в полномасштабную войну, крымскую войну 1853-1856 годов между Россией с одной стороны и Англией и Францией с другой стороны. На стороне последних принимали участие также Османская империя или Турция и Сардинское королевство. Россия в ходе этой войны потерпела поражение от коалиции и по итогам этого военного противостояния российское государство лишилось союзников в Европе, что было одним из важных следствий, и влияние на Черном море. Международный авторитет Российской империи был подорван. Следующим европейским конфликтом стала франко-прусская война 1870-1871 годов. К ней привели резко обострившиеся противоречия между усилившейся после Крымской войны Францией и Пруссией, которая начала готовиться к объединению германских земель. В ходе войны первый президент Французской республики, а затем и с 1852 года император Франции Наполеон III потерпел сокрушительное поражение. К объединенной Германии отошли некоторые земли, в их числе Эльзас и Лотарингия. В конце XIX века противоречия между державами еще больше обострились. Особенно усилилось колониальное соперничество великих держав. Наиболее острыми были противоречия между Англией, Францией и Германией. Европейский регион становился все неспокойнее. И в мае 1882 года между Германией, Италией и Австро-Венгрией был подписан секретный договор, согласно которому Германия и Австро-Венгрия взяли на себя взаимное обязательство выступить в поддержку друг друга в том случае, если на одно из этих государств будет совершено нападение. И с подписанием этого договора был оформлен так называемый Тройственный союз. В результате обострения отношений между Россией и Германией началось сближение России с Францией. Объем внешней торговли между двумя странами непрерывно возрастал. Значительные французские капиталовложения в Россию и крупные кредиты, которые предоставлялись французскими банками русскому правительству, способствовали также сближению двух государств. И в августе 1891 года между Францией и Россией был заключен договор, а спустя год и военная конвенция. А уже в начале 20 века, в 1904-1907 годах, было оформлено соглашение Англии с Францией и Россией, которое получило название Антанты. Европа, таким образом, окончательно раскололась на два враждебных военных блока, между которыми разгорится в скором времени война. Эта война вовлечет в свою орбиту огромное количество участников, большое количество стран по всему миру, и поэтому справедливо войдет в историографию под названием Первой мировой войны. Продолжение следует...